В данном случае 0 мне очень интересен. 1 и 5 очень должны быть подальше, потому что 5 в 5 раз дальше. Хотя, кстати, иногда можно не соблюдать ваш штаб. Скажем, если у задачи есть одновременно числа 0, 1 и 1000, то, конечно, можно рисовать, что-то здесь. Здесь, если меньше 1 грамм, и здесь, можно так и 0. Вот, это опять стандартная ошибка. Какая вам разница, меньше 1 грамм или нет? В этой задаче важно, как относится x к 1, то есть x больше 1, и x меньше. И как он соотносится к числу 5. x больше или x меньше. Ну, так больше равно. Вот, а 0 совершенно не интересен. Давайте все-таки уберем все яйца с нулем. Итак, есть 3 случая. x меньше 1, x от 1 до 5. Как, у них встреча 0, вы видите, пожалуйста? Все сейчас встретите. Да, до 5. Да. И последний случай. И последний случай. x больше x больше 5. Так, хорошо. Там, где x меньше... Надо писать неравенство. x меньше 1. Значит... И дальше модуль... Нет, x меньше 1, не равенство. Напишите уже. А теперь надо понимать, как рисковываются модули. Если x меньше 1, то x не минус 1. Неверно. Минус x плюс 1. То, конечно, не знаю. Вы подумайте, как. Чему равен модуль x минус 1, если x меньше 1? Мы сегодня уже обсуждали. Если отрицательное число, а x минус 1 будет отрицательное число, то вы должны в качестве модуля взять его с минусом. Минус x плюс 1, да. Плюс x плюс минус 5. Ну, не знаю. Почему? Потому что сначала просто... Да, это случай растет. Не стоит этот случай разбирать. Дело в том, что если x меньше 1, то x обязательно меньше 5. Поэтому вы не имеете права раскрывать модуль, считая, что x минус 5 положительное число, если вы знаете, что x меньше 1. Итак, минус x плюс 1. Минус x плюс 5 равно 3. Систему, знак системы. Ставьте, пожалуйста. Так. Замечательно. Вторая система. Пишем неравенство. Нет, нет, нет. 1 меньше или равно x. Меньше или равно 5. Мы же уже выписали. Три случая. Это второй случай. 1 меньше или равно x, а x меньше или равно 5. Как же раскиваются модули? Не просто. x минус 1, да. Минус 5. Опять ошибка. Минус 5. Смотрите, x по сравнению с 5 маленькая. Смотрите, вы, пожалуйста, берите, напишите аккуратно. Потому что вы создаете фляксу на доске, да, да, да. И пишите аккуратно с пробелами, чтобы человек был. x минус 1, минус x плюс 5. Знак системы. При этом, впрочем, вот это вот ваша замечательная привычка экономить доли миллиметра. Вот вы можете вписать знак не так, чтобы это все сливалось, а чуть-чуть делать пробелы. x, давайте потренируемся. x, дальше маленький пробелчик. Нет, уберите то, что вы написали. Дальше x, дальше маленький пробелчик. Сделайте за усилие. x. Заметьте, у вас все во что. Но сейчас есть ощущение, что вы не жадны. Правда? Вот, хорошо. Теперь надо каждое из этих уравнений решать и проверять, как у нас, в первой системе минус 2x плюс 6 равно 3, минус 2x это минус 3, и x это 1, 1, 1, 1, 1 меньше единиц? Нет. Значит, вы так и пишете, нет. Или x принадлежит пустому множеству. Лучше просто написать нет решений. Нет. Нет таких условий. Отлично. Дальше. Если контрольная работа, то там абсолютно нет, а там нет решений. Что такое? Нет решений. Да. Теперь вторая система. Давайте ее. x минус 1 плюс минус x плюс 5. Нет, вообще ничего не любят. x минус x это же 0. Да. Лично я даже. Да. 6 равно 3. Нет решений. Да. И третья. 2x минус 6 равно 3, 2x это 9, x это 4,5. И как? 4. 4,5 больше 5? Нет. Нет. Что-то было. Мы составили три системы, и вдруг выяснилось, что ни одна из них не имеет решений. В трех системах, либо вообще уравнение не имело решений во втором случае, а в первом и в третьем решения были, но они были неудачные. Они не подходили к неравенству. Так? Замечательно. Может быть, вы сообразите, как это может быть уравнением. Модуль х минус 1 плюс модуль х минус 5. Вы же в начале занятия говорили, что такое модуль разности двух чисел. Мы обсуждали это. Модуль х минус 1. Это что такое? Какой геометричный смысл это? Уже забыли? Модуль разности двух чисел. Это что? Вот у вас есть два числа. Число х и число 1. Что такое модуль х минус 1? Х равно скажу 8. Что такое модуль числа 8 минус 1? 7. На картинке что такое 7? Вот у нас есть точка 8, и у нас есть точка 1. Что такое 7? 7. Они все расположены на горизонтальном прямом. У нас есть две точки, 1 и 8. Что такое 7? 8 минус 1. Молодец. То есть, что такое модуль разности между двумя числами? Нет. Это, конечно, не модуль числа. Скажем, есть число 8 и число минус 5. Что такое модуль разности 8 и минус 5? А сколько? Из 8 вычитаешь минус 5. И берешь по модулю. Неправда. Из 8 вычитаешь минус 5. Отлично. И что такое 13? Для точек 8 и минус 5. Сумма растений. Не сумма растений. Вы все время думаете, что 0, это очень важная вещь. Вам все время кажется, что 0 надо как-то выделять отдельно. Люди придумали отрицательные числа именно для того, чтобы как можно меньше выделять 0. Как вы сейчас рисуете систему 1? Как две пересекающиеся прямые. Есть, кажется? Отлично. А знаете, как Декарт ее рисовала? Была замечательная вещь. У Декарта система, когда она рисовалась. Нет, вторая половина. От нуля. Надо откладывать положительные числа. А почему не надо рисовать вверх? Так ежку понятно же. Если мы знаем, как откладывать вправо, то вверх так же. Логично? Нет, в чем? Ну, прав. На самом деле, этого луча достаточно. Дальше он все достраивается. А в чем-то нет. Потому что ведь тогда людям казалось, что отрицательные числа – это какие-то по-настоящему трудные. Люди тогда не очень хорошо понимали, что 0 – это, конечно, важная точка. Но это точка отсчета, выбранная напрямую. И можно быть в другом месте. Когда вас интересуют какие-то две точки, неважно, какие были, вот, некая точка А и некая точка В, то как узнать расстояние между этими точками? Как вычислить расстояние между точками А и Б? Модуль по А минус. Нет, ни в коем случае не модуль А минус. Вот если писать модуль А минус модуль Б, то замечательным образом вы получите во мнорных случаях неверный ответ. Потому что если у вас Б будет положительным, то вы просто получите неверный ответ. Потому что если Б идет вот сюда, то надо складывать и вычитать. Что-то и дело, это совсем не такое. А такое-то на самом деле. Что надо сделать, чтобы найти вот это расстояние? Б минус А. Что? Б минус А. Б минус А. Это почти правда. Это почти правда. А что надо сделать, чтобы это стало совсем правдой? Поставить модуль. Поставить модуль. Ребята, вообще это основная мысль, которую я сегодня вам хочу. Для любых чисел А и Б. Модуль А минус Б. Это расстояние между точками А и Б. Это очень важная вещь. И это верно. Вне зависимости от того, А положительное, отрицательное, Б положительное, отрицательное, кто или не больше. Между прочим, модуль А минус Б. Это то же самое, что модуль Б минус А. Каким образом вас убедить в этом? Я думаю, проще всего, если вы прямо сейчас при мне назовете несколько пар чисел. И каждый раз мы с вами их нарисуем напрямую, посмотрим, какое это расстояние и посмотрим, какой модуль разности. Слушайте, вообще-то мы хотели проверять разные варианты знаков чисел А и Б, варианты кто из них больше, кто меньше. А вы все упорно называете положительное число, причем первое меньше второго. Это не называется проверять. Это знаете, как технику какую-нибудь, да, вот привезли на испытания, и поставили в какие-то одни и те же условия, и после этого долго-долго гоним. Это не называется испытание. Понимаете, испытание, это когда в разных условиях смотрят как бы там, там, там. Минус 3 и 5. Минус 3 и 5, это уже лучше. Так, от вас. Минус 9 и минус 13. Минус 9, минус 13. Минус 6 и минус 2. Отлично. Минус 6 и минус 2. 8, минус 11. 8, минус 11. Отлично. Будьте добры, быстро нарисовать прямого. Ну, по клеточкам, правда. Тут все число целое, поэтому надо просто по клеточкам. Каждый раз не поленитесь взять разность. Я вам, конечно, напишу это, но на самом деле надо, чтобы вы это принимали бы сами, да. Теперь, минус 3, минус 5, это минус 2. 4, минус 7, это минус 3. Теперь, минус 3, минус 5, это минус 8. Минус 9, минус минус 13, это 4. И из минус 6 вы читаете минус 2, будет минус 4. Вот все 6 случаев я написал. Будьте добры, убедитесь. Прямо, проведите, проведите, проведите прямое. Только, пожалуйста, сделайте так, чтобы у вас и число минус 13 туда вошло, и число 7 туда вошло. То есть надо минимум 20 клеток, и от левого края отсчитать, чтобы минус 13 туда вошло. Все у вас получится на обычной скраничке. По клеточкам все будет замечательно. Проверьте, что действительно, если возьмешь модуль, то вот эти вот знаки исчезнут, минус 8 превратится в 8, минус 4 в 4, минус 2 и минус 3. Тоже станут положительными числами 2 и 3. И действительно это будет обстоятельство. Увидим? Прямо. 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 Продолжение следует...